Приветствую вас! Вот вы пишете о том, что, значит, у вас есть малыш-фаяк, встречаетесь в какое-то время, он на 6 лет вас старше. Сколько лет вам, сколько лет ему вы не пишете, хотя это очень важно было бы, а то пишите, что он живет с мамой и пишите, что вы периодически живете у него, у него с мамой, он сразу познакомил вас со своими родными, и все они к вам хорошо относятся. С этим проблем нет. Проблема начинается тогда, когда вы говорите, что любите его ненормальной любовью. Вам его задомалось, что вы разглядываете его фотографии, что постоянно скучаете и так далее. И вам больно от того, что он не чувствует того же самого, что и вы, и не проявляет себя так же, как вы. И вот это первый момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание. Если вы читаете ответы экспертов, то эксперт Лидия, на мой взгляд, дала вам самый верный ответ, самый полный ответ. в такой довольно сжатый форме. Вот. И, в общем-то, добавить к этому ответу можно только вот что. Помимо того, что сказала вам моя коллега, есть важный момент. Дело в том, что вот эта вот ваша установка, что вы говорите, мне больно от того, что он, мой мужчина, не чувствует того же, что чувствую я. Вопрос, который у меня возникает. А почему мужчина вообще должен чувствовать то же, что и вы? То есть вы, по сути, хотите, чтобы он был от вас зависимым. Так же, как и вы. А вы говорите, что я зависим от его. Мне очень плохо. И вы хотите, чтобы мужчина ваш, получается, испытывал то же самое. Понимаете? Вот. И это как-то не вязится немножечко с общей направленной всю любви в целом, любовных отношений. Это не вязится с естественным для любовных отношений желанием делать человека счастливым, например. Ведь вы, по сути дела, желаете человеку того же, что и у вас, а вы от этого страдаете. Нет, ну понятно, что вы говорите, что вы страдаете от того, что он не проявляет себя к вам так же, как вы к нему. Ну, например, заключается в том, что он и не должен, ведь он другой человек. У него по-другому устроено восприятие, у него по-другому устроена психика, у него другие потребности, в конце концов. Понимаете? То есть, если бы человек проявлял себя к вам так, как вы, ну, по-видимому, вы видели бы в нем себя, и это вас обращало бы. И правда заключается также в том, что как бы сильно мужчина себя к вам не проявлял бы, вам все равно, скорее всего, будет недостаточно, потому что причина, по которой вы так себя чувствуете, не в нем. Да, он – это объект. Он объект для ваших желаний. Это правда. Но являясь объектом ваших желаний, он не олицетворяет сами желания. А сами желания ваши имеют начало в вас самой. И здесь, да, это и сразу одиночество возможным. Здесь, да, и, значит, неуверенность в себе. Здесь могут быть еще какие-то факторы, например, детско-эродические отношения. Вот вы выбрали мужчину на 6 лет старше себя. Ну, грубо говоря, если вам 25, да, то ему 31. И это определенная потребность. То есть потребность в мужчине более старше, чем вы, это определенная нереализованная потребность в отче, возможно. И, как мельцы, это неуверенность в себе, опять-таки. Вы говорите, что вот разговаривали с ним, с твоим любимым человеком по поводу того, насколько его устраивают ваши отношения, насколько он доволен всем. Он говорит, что его все устраивает, но он не будет таким любвеобильным к вам, потому что он изменился за эти два года. Проблема в том, что я его безумно люблю и страдаю практически на ровном, на пустом месте. Я любил однажды, будете подростки. Ну, вот понимаете, вы говорите, что проблема в том, что я безумно его люблю и страдаю, значит, отлично, пустом месте. Вы его не безумно любите. Вы любите его, в принципе, нормально. Просто помимо любви у вас есть еще некоторые чувства. И эти чувства направлены на вас, на себя. Понимаете? И вот эти желания, которые направлены у вас на себя, нужно реализовывать его самостоятельно. Если это страх, работать с ним. Если это неуверенность в себе работать с ней. Если это страх, то чего вы боитесь? Почему вы боитесь? Что заставляет вас бояться? Какие, например, негативные последствия, по вашему мнению, будут у вас, если наступят те обстоятельства, которых вы боитесь? То есть необходимо рационализировать свой страх. Да. Насколько страшны будут последствия, которых вы боитесь? Не преувеличиваете ли вы их для себя? И так далее. Значит, если вы не уверены в себе, то здесь схемка. Вот качество, ваши положительные качества, ваши отрицательные качества и ваше отношение к ним. Это прям вот такая работа над собой, если угодно, работа по адекватному отношению к себе, по формированию адекватного отношения к себе. Без нее, без этой работы, надо сказать, что при наличии неуверенности в себе, она у вас есть в любом случае, вам будет несколько более слотно. И, наконец, последнее. Где во всей этой ситуации и вы? То есть вы говорите только о том, что, значит, молодые желают вас на счастье лет старше, вы знакомы с вами родственниками, мы к ним часто проводим время вместе и так далее. А вы сами во всей этой ситуации где? Где ваши увлечения, где ваши друзья, где ваши реализации, где ваши интересы, где ваши хобби и так далее. Вы говорите, что все у вас проходит однообразно, потому что мужчина все устраивает. Не устраивает только вас. И если мы говорим с вами о том, что не устраивает только вас, то необходимо, чтобы вы отдавали себе отчет в том, что мужчина не должен давать вам то, что вы хотите. И, пожалуй, не менее важное, это то, что если вы будете действовать таким образом, что, например, будете растворяться в нем, в мужчине я имею ввиду, он будет видеть вас в себя. И это будет его отталкивать от вас, отдалять от вас, что, опять же, не несет ничего хорошего вам и вашим отношениям. Поэтому рекомендую прислушиваться к ответу Эксперта Лидии, ибо ответ очень хороший. Рекомендую прислушиваться к моим дополнениям к этому ответу, что, условно говоря, составляет мой ответ, мою запись. И далее выбрать Эксперта и начать работать именно с ним по своей проблеме. Сначала это анализ ваших отношений с мужчинами вообще, например, вот когда вы любили будучи подростками, что вы из этой любви, из этих отношений для себя вынесли, какой урок, какие представления у вас сложились о себе и так далее. Это все нужно выяснить, это все нужно определить, это все необходимо понять вам. И вот постепенно, постепенно работать всем, что составляет, так сказать, сердце вашей, как вы говорите, ненормальной любви. Если у вас есть желание, я думаю, что вы с легкостью свою проблему решите. Нет, конечно, потребуется время, конечно, потребуется усилие, но ваша проблема, она не такая серьезная, чтобы ее нельзя было решить в течение определенного количества консультаций. Это можно сделать и можно сделать этого. Еще раз повторю, довольно таки быстро. Не надо пурить это слово со словом стремительно, но быстро. И подумайте еще раз, кто для вас ваш молодой человек? Кто он для вас? Ответьте себе честно на этот вопрос. Что он для вас? Какое значение он для вас имеет? Почему у него такое огромное значение с вашей стороны? Почему вы так сильно нуждаетесь в нем? С чем это связано? Какие аспекты, нюансы в вашей жизни привели к данным обстоятельствам? Подумайте, пожалуйста. Вам нужно быть честной с собой и честной с ним, и тогда у вас все будет в порядке. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, дополнительные пишите в личку, я вам помогу. Если вам понравился мой ответ, а буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok